Транспортных проблем в Брянске с каждым годом становится больше. Техническая общественность предложила рецепт от болезни – канатное метро. Причем это гораздо дешевле, чем прорубать по существующей застройке новые автомагистрали. Главное не путать канатное метро с канатными дорогами, которые придумали больше века назад. Это абсолютно новое слово в технике, в котором весьма громко слышен и голос брянских инженеров. Это подтверждено соответствующими патентами на изобретение. Нужно ли такое метро Брянску? Подумать над этим вопросом лучше всего в маршрутке или в своем авто во время стояния в пробках. Стоимость километра канатного метро может достигать порядка 20-30 миллионов рублей. Это все имеется в виду проектно-изыскательские работы, проектные работы, строительство, приобретение оборудования и так далее. То есть как бы под ключ. Цена даже ниже, чем у автодороги. Другое дело, канатку нельзя строить маленькими кусочками, отсчитываясь за каждый километр. И финансирование проекта не такая уж несбыточная для брянской мечта. Это должно быть государственно-частное партнерство. То есть необходимо привлечь не только муниципальные и государственные федеральные деньги, а их можно привлечь по соответствующим федеральным целевым программам. Другое дело, что мы, область часто не пользуется этими программами. И деньги пропадают, грубо говоря. А кроме того, средства частных инвесторов. В сентябре, наконец-то, городскими властями должен быть утвержден окончательный вариант генерального плана Брянска. Его транспортная схема предусматривает целый ряд новых автомагистралей. Разработчики генплана поставили на нем и возможность прокладки канатного метро. Это не фантастика, что это абсолютно реальное и перспективное дело для Брянска. И это выход. Абсолютно верно, что построить автодорогу денег стоит, обслуживать ее тоже денег стоит. Транспортное средство, будь то пассажирское, троллейбус, автобус тоже денег стоит. И строительство, и эксплуатация, все это дело. Но самое дорогое на сегодня, с каждым днем, это мы все больше и больше убеждаемся, это земля. Вот сейчас уже в центре города Брянска и вообще в Брянске земли становится все меньше и меньше. Кстати, в проекте генпланы есть даже строчка, подтверждающая перспективность Брянски нового вида транспорта. Если вы, ребята, настолько прогрессивные, что уже понимаете, что это необходимо, то мы с удовольствием это отразим, ваши пожелания в том будущем генплане. То есть тут их убеждать совсем не пришлось. То есть тут сразу возникло понимание. Они не хуже нас знают, наш рельеф, нашу местность и наши, скажем, проблемы с землей. Что же такое канатное метро на практике, каждый любопытный может узнать, набрав это словосочетание в любом поисковике интернета. Вита Семенчук, Сергей Лапин, Владимир Шалободов, телеканал РЕНТОВА Брянск.